Всем привет, мои дорогие! С вами Таурус, и мы сейчас продолжим с вами проходить третью игру на Сегу в рамках моего канала. И это очень здорово. Давайте что-ли представим так, да, курсочек уберу, у меня уже в Сонике несколько раз шаловались на то, что у меня курсочек попадал прямо на экран. Ну, дело такое, в общем-то, что давайте с вами вспомним, произошло в самом начале, мы начали играть за Атрейдосов, благородная такая цивилизация, победили уже Ордосов, прошли обучающую миссию, и теперь нас, вот этот самый ментат Кирилл, который нас отправляет выполнять различные задания, отправил уничтожить агрессивных Харконненов Империя Зла. Хотя, вы знаете, тут у каждого своя правда, и не стоит, наверное, говорить, что кто-то прав, а кто-то конкретно злобен. Так, ну что, давайте смотреть, сейчас я вспомню, я уже, опять же, я две недели не записывал вообще никаких видео, и, честно говоря, отвык немножко, и очень рад, потому что всё-таки мне предоставилась такая вот возможность попроходить. Так, ребятушки, ребятушки, не стойте на пути, я вас прошу очень сильно, вы мне мешайте. Кстати, я обнаружил одну интересную особенность, если нажимаешь два раза кнопку Б, строится последняя постройка, которая должна была построиться, в общем-то. Видите? Которую мы строили до этого, я имею ввиду. Вот. Теперь мы можем построить сразу электростанцию, и пойдём дальше, как и должны были всё сделать. Кстати, спасибо вам большое, людям, которые знают, которые уже успели когда-то поиграть в эту игру, а в неё можно было успеть поиграть, за подсказки ваши. Подсказки действительно ценные. Например, что мы можем отправить одного юнита на другого, и тогда он будет за ним следовать. То есть, опять же, это самая первая стратегия в мире вот такого плана, в котором мы привыкли её видеть. Это именно дюна. Вот. Так, секунду. Ну, господа, отъедьте, пожалуйста. Вот. Но здесь уже применены некие очень крутые особенности, которых не ожидал увидеть я в столь старой игре. А они есть. И это очень круто. Вот. Направляем одного юнита на другого, и он начинает за ним следовать. Это реально очень и очень удобно. Блин, Харвестер, мы куда-то поехали очень далеко. Я надеюсь, здесь ещё не будет этих злобных червей. Рох, как... Ну, короче, как-то они так называются. Я уже и забыл. Выполняем. Да, сэр. У меня даже появилось желание прочитать всю серию книг. Но, опять же, я очень медленно читаю, к сожалению. Как-то вот так вот получается. Но, тем не менее, хотелось бы прочитать серию книг дюна. Она богатая. Она шикарна, друзья. Это действительно так. О, стоп, 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 стоп. Тут-то не всё так просто. О, я что-то... Сам не может определиться, куда стрелять. Ладно, сейчас с тобой. Вот. Там несколько домов, насколько я знаю. У всех история там своя. Вы знаете, у всех домов великих. Это сложный. Это очень сложная вещь на самом деле. В первую очередь, и для понимания, и для... Для вникновения, скажем. Для вникания в суть саму. Потому что там очень много... Да, очень много каких-то информаций про домов. То есть, так же, как там в Игре Престолов или ещё где-то. Это очень большая фэнтезийная вселенная. И... О, нет-нет-нет, нет-нет, не завод. А как отменить? Стоп, как отменить? Мне завод напрочь не нужен. Стоп. Вот. Поэтому, конечно, интересно было бы ознакомиться. Так, мы сможем скоро с вами... Так, как скоро? Уже можем с вами строить фабрику. На которой строятся танки. Наш с вами. Чему вы меня ещё научили? Так это... Вот так вот. Мы можем быстро летать с вами. Круто? По-моему, это очень здорово. Ой, секунду. А, отлично. Он повреждений не получает. Я уж грешным делом подумал, что... Харвестера там атакуют под шумок. Но, вроде как, пока всё более-менее. Так, ну что, начинаем строить мотоциклы. Наверное, пока джипики нам не дают построить. Поэтому хотелось бы его приберечь до лучших времён. Честно скажу. Да, всё завершено. Так, столица заседана. Вот, можем вот так вот быстренько всё делать. Тем временем мы, наверное, ещё с вами построим одну электростанцию. Что я выяснил, друзья, так это то, что... Что у меня нет денег. Что если здание строишь не на фундаменте, а просто так, всё, что будет плохого, так это то, что мы с вами вот это вот самое здание не получим со стопроцентными жизнями. То есть у здания будет меньше жизни. Вот в чём беда. Ну это не так и плохо, ну это плохо, конечно, но не так и ужасно, не так критично. То есть мы в крайнем случае сможем с вами починить, отремонтировать здание, если это уж так будет нужно. Вот, смотрите, отправляем всех собираться вокруг трайка. И... Я чё-то нифига не пойму. Он сам понять не может, кому стрелять ему. Давайте, давайте, ребят, все вместе. Хотя вот, честно говоря, я вот на этого отправил атаковать. Вот так вот, да-да-да-да. И эти, вы смотрите, как нехорошо. Вот, видите, сколько жизней у электростанции. Плохо встали, к сожалению. Чёрт, вы знаете что? Не так-то всё кажется и просто, как показалось в начале. Как-то их очень уж много, смотрите, врагов, да? Хотя, опять же, это нормальное явление, абсолютно нормальное явление. Они стоят, не стреляют, вот в чём беда. Они же просто стоят и нифига не стреляют. Так, один трайк пусть отстреливает этих с ракетами, потому что это проблема. Вот, кого-то взорвали, да, уже, к сожалению. Что-то за звуки, что-то я не пойму. А, я понял. Это, наверное, ракетница стреляет с таким звуком. С таким страшным, страшным звуком. Теперь вы вспомните, кто ещё за кем следует. Вот, в принципе, единственное, чего вот так вот серьёзно мне не хватает, так это точки сбора, как в более новых стратегиях. Опять же, если я хочу быть крутым игроком в РТС, что, конечно же, фантастика, и вряд ли когда-то такое будет, мне нужно привыкать очень быстро принимать решения, быстро двигаться и всё прочее. Ещё иконка хелсбаров, если бы всегда висела, чтобы мы могли видеть, сколько жизней у наших ребят. А он застрял, его вообще нельзя. О, вот он, червь! Вы видели, какая хрень? Это он, это реально он, по-моему. Так, ну хорошо, нам в начале всё-таки нужно, мне кажется, отстроиться. И только после этого уже идти нападать, потому что если действительно здесь эти черви... А что если червь съест Харвестера? Это всё, у меня не будет денег на нового Харвестера. Вот что это такое? Это не может быть какой-то секретный юнит Харконненов? Не, ну у Харконненов, я знаю, есть Девастатор. Девастатор очень опасная штука, но всё-таки. Кстати, на одной из будущих серий по Дюне у меня есть очень интересная идея, которую, в общем-то, предложил очень интересный человек. Если эта идея реализуется, это будет первым... Такого рода опытом на моём канале. В общем-то, увидите, как и что там будет. Да, видите, за ним все следуют. Только нет, 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 нет. Уезжай отсюда, отсюда, уезжай. Это очень опасно. Вот, точка сбора. То есть, какой-то у нас появляется юнит, и он сразу отправляется в бой. Ну, или за кем-то следовать. Это очень удобно, как по мне. Короче, на искусственный интеллект не будем с вами как-то обижаться. Ай, на штрайк уничтожили. Ладно. По крайней мере, что круто, друзья, так это то, что... Ожидания от игры были меньше, чем вот эта вот её реализация, в общем-то. Я ожидал, что будет гораздо хуже. Тихо, отойди, 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 отойди. Пока не поздно, но боюсь, что уже... Хотя вот, в принципе, может и нет. У игры много недостатков. Конечно же, у игры много недостатков. Но... Кто сейчас об этом думает? Согласитесь. Так, выход. Радар, он мне нужен. Он мне действительно нужен. Ладно, чёрт с ним. Просто, блин, трайк вот лучше. Ладно, чёрт с тобой. Чёрт с тобой. Сказать по правде немножечко я отвык комментировать вот за эти вот две недели. Поэтому, если у меня будут мысли гулять где-то вокруг-то около, то вы особо на меня не терчайте. Так. Давайте всё-таки подгоним всех сюда. Это не очень круто, что... Нас вот так вот убивают достаточно быстро. Я бы уже пошёл потихонечку расследовать территорию, но, блин, вот этот вот... Кулачок песка, который... Вот он. В принципе, можно ради эксперимента, да, проверить. Действительно ли это... Вы представляете, какие сейчас мысли должны быть у этого пехотинца? Да, да, мать, родина, я за тебя. Я отдам свою жизнь. Во славу Кирилла Ментота. Или как, и у них очень много разных... Эм... Как их? Терминологии всякой. Специальной. Что, больше страйков не может строиться? Да. Какой мне значок написали. Вот он. Да. Иди сюда. Да. Лиглюз. Хотя бы сейчас изучим поведение этого червя. Да, это червь, сто процентов-то червь. Да, пер. Лиглюз. Глист чертов. Просто насколько опасно. Вот представьте, он мне сейчас всю армию мою убьет. В принципе, на Сеге нельзя было вроде как сохраняться. Вот в этой игре, да. Надо было залпом в нее играть. И просто потом давали пароли. Мне кажется, или червь сам от меня убегает. Если так, то у меня есть все шансы самому его убить. Нет, ну это, конечно, мои фантазии, к сожалению, не реализуемые. Скорее всего, так. Что еще он может пригодиться? Бараки? Да ну нафиг, я не хочу пехоту. Она медленная. Не надо. Нет. Увольте. Вот завод я бы еще один построил, на самом деле. Будет у нас с вами два Харвестера. И это хорошо. Так, снова приезжают. Вот они джипов могут строить, между прочим. А я? Нет. Что он сразу на электростанцию наезжает? Какой наглый человек, а? Харконы, но не люди. Вот серьезно, совершенно было бы другое восприятие. Ух, понаехали. И сейчас очень приятно играть в эту игру. Но было бы еще здорово, если бы я знал историю и все такое прочее. Давайте поремонтируем. Больше, значит, на фундаменте не построили, уже начинает дымиться. Давайте быстренько. Вообще, пехотинцев бы сюда отправить, по-хорошему. Смотрите, этот вообще... Он стреляет в червя. Слушайте. Значит ли это, что червя, может быть, убить можно, нет? Червь, ты вообще будешь... Участие... Он вообще прошелся просто под ним. Может, это не червь, а что это тогда такое? Я не помню, чтобы от червей были такие выпуклости на песке. Честно сказать. Так, я бы на самом деле... А, все, у меня уже завод построился. В принципе, да. Теперь, я думаю, можем с вами сейчас... Господи, я думаю, что за фигня не похож на завод вообще. О, я помню эти самолётики. Они привозят постоянно что-то. Космопорт будет потом. Ну, опять же, я вспоминаю Дюну 2000 на PlayStation. По ней, в общем-то, равняюсь. Нет. Вот, 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 все вот за этим трайком пусть ездят. Да, да, да. Так. Кроме прочего, мне самому было интересно, вот, в комментариях подняли вопрос. Называется эта игра Дюна 2. Почему не Дюна 1? Чтобы была какая-то другая стратегия еще до этого. Но я потом выяснил, что первая часть Дюны действительно была. Но это квест. Это был квест. Опять же, по истории, конечно, конечно. Все, пока трайков больше строить нельзя, я думаю, мы с вами сейчас начнем двигаться. Медленно, но уверенно. Все за мной. Все за мной. Они еще окружат просто меня. Ой, господи, аккуратно с этим червем, блин. Иди сюда. Иди сюда, будем сейчас всех, всех валить нахрен будем. Во, смотрите, эта выпуклость просто под нами проезжает и все. Что это такое? Вот это странно, честно скажу. Это очень странно. Ну ладно, если она урона нам никакого не хочет причинить, то... Не беда. Так, там, в общем-то... Секунду. Они меня игнорируют. Они, блин, просто пошли на мою базу сейчас. Базу, в принципе, есть кому защищать. Тут не все решили пойти. Вот, пехотинцы. Тоже сюда. Секунду. Секунду сказал. Секунду сказал. Боже. Мимо них просто проехал вражеский... Вражеский транспорт, а им пофигу абсолютно. Конечно, не все идеально, повторюсь. В этой игре, но... Идеала никто и не просит. Она и так самые смелые мои ожидания... Эээ... Превысила. Так, надо нам что-то делать, потому что... Потихоньку начинают... Эээ... Наших несчастных... А чё у нас здесь так мало стало? Почему эти возвращаются? А, или я так и хотел. Давайте. Все по очереди. Надо вначале одного убивать, потом только другого. Не-не-не, тогда вот этого нижнего, нижнего, нижнего. Выполняют, да. Слушайте, ну это, блин, несерьезно просто. Выполняют. Надо поремонтировать. Может быть, даже бараки нам стоит построить. Просто я пока еще не привык к этой игре, к ее, скажем, сложности или к ее механике. Чтобы правильно рассчитать момент, когда нам с вами нужно... Уже можно атаковать врага. Понимаете, о чем я, да? Ай, е-май, как не вовремя. А вот... Ай, он еще и прямо здесь. Да давайте же, стреляйте хоть в кого-то. Ладно, черт с вами, серьезно. У нас здесь свои... Приколы. Пусть эти ребята здесь что-то расследуют. Я думаю, те... Смогут защитить сами себя. Ближе к востоку их базы, я так полагаю, находятся. Вот можно сейчас попробовать подбить экономику. Чего я не сделал в прошлый раз, а стоило бы. Так, секунду. Все, валим. Стоит, блин, просто что-то смотрит. Бог ты мой. Так, тихо. Пехота. Пехота. А здесь мы строим трайки. Срочно. Два хорвестера есть. Золото у нас в избытке. Трайк просто стоит и смотрит на все то, что происходит. С чувством, собственно, достоинства. Почему не только один стреляет, а другие просто... Воробьев считают. Отъезжай. Теперь сюда. Давай. Где там враг базу атакует? Вы о чем? Хорвестер туда поехал. Никто ничего не атакует. Нет, конечно, атакует. Только нашим ребятам пофиг на это все абсолютно. Как-то. Ну атакуют базу, ради бога. Боже мой. О чем это вы, в принципе? Выполняю. Иди сюда. Ребята, вы меня убиваете просто. Пехота нас там уничтожает потихонечку. Но нам все равно. Плюс плохо у нас пехотинцы строятся по одному. То есть не такими группками, как по три было до этого. Да что он такой живучий? Что за прикол? Трайка нашего уже убили. Ё-моё. Охренеть просто. Я охренею без баяна, ребят. Это просто. Это, блин, нечто нафиг. Нижнего, нижнего валите, нижнего. Нижнего валите быстренько. Все, а теперь иди сюда, блин. Не знаю, кто иди и кому я вообще адресую. Что это за читерский пехотинец? Бог ты мой. Нет, а там у трайка конец пришел. Строитесь еще, трайчики. Строитесь. У меня уже палец болит, блин. Нет, к управлению, конечно, привыкать придется. Это те миссии были достаточно легкими. Что уж говорить об этих. Так, все, атаку одну отбили, в принципе, да? Продолжайте строиться, господа. А этот только умер, только умер. Обалдеть. Да я же тебе сказал, сюда иди. А, нет. Ладно, черт с тобой. Знаешь, куда иди? Иди вот сюда, вот, 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 вот. За этим следуй, лидером. Выполняй все правильно. Так, этот хорошо. Все, пусть три трайка стоит, потому что я понял. Я понял, тут не все так просто. За этим. Этот за этим. Все, пошли дальше. Сейчас надо найти Харвестера и уничтожу, чтобы эти сволочи больше никому мне не присылали. Они, конечно, могут. Скорее всего, это сделают. И мне интересно, как поведет себя искусственный интеллект, когда я начну бить вражеского Харвестера. То есть, что может из-за этого произойти? Кто-то может выслать ему помощь. Правильно? Че джип встал? Я же, ну, это, это, наверное, баг, да? Потому что я же все-таки сказал. Чтобы следовал. Кстати, эта штука еще и белой точкой обозначена. Что весьма любопытно. Мне кажется, что это червь. Только какой-то сытый, что ли. По крайней мере, мы его не интересуем. И меня это вполне себе даже устраивает. Куда ездят их Харвестеры? Знаете, что хорошо? Так как это все-таки первая стратегия, здесь нет такого понятия, как... Не знаю. Я сам не знаю, как называется это грамотно. Скажем так, двойной туман войны. То есть, мы один раз открыли карту, и все, мы видим, что на радаре будет. И мы все видим. В более новых стратегиях она снова какой-то дымкой покрывается. Ну, вы помните, да? Да, они же... Они отсюда куда-то идут, на самом деле. Надо возвращаться. Они же с севера к нам идут. Севера. Поэтому надо нам стремиться туда же. Вот, нормально. Теперь, мне кажется, у нас все более-менее в порядке. Если бы эти опять не тупили, может, все было бы еще круче. Взрывы какие-то, блин, на фоне. Вы что там, господа, творите? Хорошо. У нас очень много трайков. Я думаю, можно их тоже сюда отправлять, так потихонечку. Да-да-да-да-да-да-да. Так вот. Еще вот этого трайка. И еще одного трайка, чтобы совсем уже такая у нас армия была грозная. Чтобы даже при виде нашей армии враги сразу поднимали руки вверх. Говоря, нет, все. Я сдаюсь. Не знаю, насколько это реалистичные планы, но... Мечты мечтами. Мы будем двигаться вперед. Они с севера же откуда-то идут. Я подумал, что надо идти на восток, но нет. Харвестеров их я не вижу здесь. Вот они. Хорошо, давайте побьем электростанцию, что ли. Остальные будут наблюдать молча. Кому нужна эта электростанция, правда? Не-не-не-не-не, только не в объезд. Вот, хорошо, молодцы. Или стреляют. Дайте посмотрю ее. У них тоже, на самом деле, спят все. Война идет, солдат спит. Ну, пусть один такой, типа разведчик такой будет, да? Ради бога, посмотрим, что у них там есть. Да что ж вы, твоего брата только что убирают по оружию. А тебе пофигу, да? О-о-о-о, не-не-не, вали отсюда. Там у них, на самом деле, джипов немерено. Так, сейчас нам придется серьезно так повоевать, я так думаю. О, одного вниз отправили, это уже неплохо. Хотя, смотрите, тут все, практически все просто стоят. Да что ж вы так объезжаете, это по-странному. Назад, 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 они сами сюда приедут. Джипа тоже отвезти надо. Все, вот этот, вот этот атакует. Вот этот атакует. Вот этот атакует. И пехоту надо уничтожать, потому что если она сракетнится, то это плохо. Может все закончится. Так. Сейчас скоро придется нам кого-то еще отсылать. Во, нормально, ребята, нормально пока что. Так, как там у нас дела? Да вроде пока все путем. Они дураки, они вместо того, чтобы защищать свою базу, отправляют на нас. Ну, опять же, о каком искусственном интелликте сейчас может речь вестись? Так, сюда. Сюда. Электростанции, блин, во-первых, они постоянно чинят все. Я не вижу смысла в том, чтобы эти электростанции самые уничтожать. Я бы уничтожил их фабрику. А, вы знаете, перерабатывающий завод можно их уничтожить. Да куда ты? Тебя сейчас убьют здесь, придурок. Нет, ну-то не прикольно, что пехота очень живучая такая. Серьезно. Это вообще не прикольно. Так. Что там у нас? Вот у нас страйк появился новый. Иди сюда. Ой, а мы электростанцию тем временем разрушили. Что меня, в общем-то, удивило даже. В хорошем смысле этого слова. Не стой, пожалуйста, просто так. Ребят наших убивают. В дальнейшем, я думаю, у нас будет где-то по одной миссии за серию. Потому что они длинные. Но РТС сам такой жанр. Как и в Vanguard Bandits, в принципе, тоже представитель стратегии. Такое было так и здесь. Да куда ж ты полез-то, а? Уворачивайся, уворачивайся. Ты же быстрый трайк, самый быстрый транспорт в игре. Понятно, короче. Понятно. Еще одного сейчас убьют. Так. Надо еще нам кого-то править на подкрепление. Как-то так, хорошо. Так, они что, не могут через две клетки стрелять? Да куда ж ты поехал в объезд? Или не поехал? Или поехал? Или не поехал? Не поехал. Они, блин, наверное, едут какими-то окольными путями, что их сразу валят, не? Да, 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 ну он поехал. А, блин. Нет, этот раненый. Хотя, блин, какая разница уже. Да нельзя их так, блин, отправлять. Это вообще нездоровая фигня какая-то, на самом деле. А вы знаете, мы достаточно неплохо бьем их в фабрику. Можно, в принципе, прямо по Харвестеру, но какая разница. Мне кажется, лучше бить саму вот эту вот фабрику. И они объехать, кстати, не могут, чтобы другие какие-то помочь могли, видели? И Харвестеру ехать отсюда не может, что тоже радует, несомненно. Они продолжают нападать на нас. Глупо, решение, надо признаться. Строительство завершено. Отлично. Игра действительно... Ух ты, и нас как-то поубивали жестко. Вот, джипики понимают, что мы слишком далеко. Им лень тратить бензин, чтобы ехать и защищать свою фабрику, которая медленно, но уверенно падает. Вы знаете что? Они сами на нас нападать начинают раз разом. Обратите внимание. Хотя бы радует, знаете, что когда рядом... Когда рядом наша техника с врагом, то она без наших напоминаний пытается атаковать врага. А, нормально, короче, все получится. Лучше за этими ребятами следить, потому что я... Вот, все, сейчас фабрика разрушится, и я думаю, это серьезный удар по экономике вражеской. Вот, у них здесь три джипика осталось. Это не проблема для нас абсолютно. Главное, что у них теперь больше не будет денег. Уничтожим эти джипики, новые, и они просто не смогут построить. Да, здесь, конечно, проблемы. Но что... А в чем проблема, в общем-то? Проблема в том только, что если бы все били одного, это же гораздо удобней. Чтобы все били одного, да? Что там за звуки? Это звуки победы, друзья. Это звуки радости. Давайте, давайте, потихонечку так. Я уже научился одной кнопкой производить новые войска. Да, здесь не все так просто. Здесь наших тоже убивают, несомненно. Но, все-таки, наши потихонечку тоже убивают одного за другим. О, здесь два трайка уже наших стоит, а я что-то вообще завтыкал. Так, давайте дальше. Подкрепление, потому что... Ну, они, в общем-то, тут сами по себе. Это главное здание или что это такое? Знаете что, враг просто сюда не едет. Он не может найти кратчайший путь. Вот такой вот искусственный интеллект. Я не буду вредным, если воспользуюсь этой слабостью врага. А-а-а, тихо-тихо-тихо-тихо. Ремонтируем срочно электростанцию. Вы чего, ребятушки? Совсем офонарели. Нет. Боже, я думал, это нашу разрушили. А кого тогда это разрушили? Это я так быстро главное здание разрушил? Что-то мне даже не верится. Такой разворот событий. До севера сейчас будем. Да, с севера сейчас будем потихонечку. Хотя, наших войск сейчас могут уничтожить потихонечку. Я, правда, не думаю, что так будет. Джипы, конечно, сильнее трайков, но... Да что ж вы стоите, по вам мочат. А, все, я понял. Нет, я ничего не понял. Я даже понял, что трайки могут стрелять через очень неплохое расстояние. Откуда у них деньги? Короче, радиус атаки у трайков очень неплох. Очень и очень неплох. Помогай, давай! Знаете что, наверное... Придется нам сейчас новую армию собрать и немножечко повременить с финальной атакой. Потому что... Сами видите. Нас убивают почему-то. Так, ладно, тогда я думаю, отведем сейчас пока нашего. Сейчас армию соберем, там, 5-6 трайков и можно будет заканчивать эту миссию. Что-то никак я не думал, что они именно на севере. Вот откуда у него деньги у них? Если у них раньше были деньги, тогда почему они раньше не строили эти джипы свои? Вот, в такой ситуации им просто неоткуда брать деньги. Харвестеров нету. Все. Это победа наша, друзья. И это хорошо. Сюда так потихонечку подводим. По пустыне путешествует червяк. Вот мы его видим. Да, посмотрите на его иконку. Я бы скорее предположил, что это кит какой-то. Судя по картинке, но... Нет, это червяк. Там даже люди некоторые... Многие люди спорили, в каком переводе читать лучше. Потому что один человек пишет доступней. То есть, ну, книга становится более легкой. Ты понимаешь, о чем пишут и все такое прочее. А другой автор будет более точно эту книгу перевел. Но она тяжелее для чтения. Потому что перегружена всякими... Ну, в общем, описания. Тяжелее просто это все читать. Зато перевод точнее. И вот я сейчас думаю сам, если начинать эту серию читать, тогда в каком лучше переводе? Может, даже вы мне посоветуетесь, если читали. Рик Пойнтер, как я понял, любит эту игру. Да помогите ж ему, бог ты мой. Господа, вы такие ленивые порой. Или я не знаю, как это описать. Если это не лень, то что? Так, все. Финальный трайк пусть уже идет и просто нападает куда-нибудь сюда. Уже пофигу, все, у них нету войск. Ух, слушайте. А они не такие глупые. Они умеют отъезжать. Они умеют отступать. Такого в их характере я еще, по правде сказать, не замечал. Ну, уже, по-моему, более-менее быстро мы с вами научились двигать камеру. Ну вот, они даже не ремонтируют, у них ни доллара не осталось. Хотя, блин, это спайс. Это нифига не доллар. Ну все, нет смысла нам новых каких-то юнитов строить. Из детства я действительно помню, что брал этих хорвестеров и просто переезжал людишек. Это было весело. Может, и сейчас как-то надо пробовать. А, стоп, у них хватило денег на пехоту. Поэтому сейчас одного трайка, пожалуй... А, или у них и была эта пехота на кратере стояла, и я ее просто проигнорировал. Не знаю. Совсем не знаю. Так, ну я слышал людские крики. А они фиксируются как из одного юнита. То есть, ты как бы убил сразу троих. Общее хп, короче, на всех. Так, это радар, да? Надо запоминать, как, что выглядит. Понятно, что все это пока что схематически. Не о какой-то графике и хотя бы изометрической. Ну, как вид сверху, да? Как в том же радаре. Пока говорить не стоит. Мне эти здания напоминают здания в этом... Не, не здания юнитов в первой цивилизации. Мне там тоже все так схематично было. Бабах! Это звук победы. Как я обожаю эти взрывы. Что? Да откуда вы взялись? Так, не, ну давайте тогда уничтожать... Ладно, ладно. Может быть просто у компьютера... Ах ты ж! Ах ты ж! Ах ты ж! Ох, 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 ох! Ох, они отстроили фабрику! Они отстроили фабрику! Вот это круто! Иди сюда. И ты иди сюда. Это было неожиданно. В высшей степени неожиданно, друзья. Ну, в общем-то... Такие проблемы у нас всегда легко в простонародье решались. Пусть они уже отправляют. Я думаю, наши защитят. При такой необходимости. Ну, вон, они предпочитают просто влезти и всё. Тем не менее, джипы они успевают строить. Не, ну это нелогично. Знаете, что мне кажется? Есть какой-то побочный доход у компьютерного интеллекта. Ой, я сразу два... Я сразу два здания каким-то образом сейчас разрушил. Знаете, такие себе офшорные зоны. Где-то там денежки у них капают. Что-то там всё нечисто, друзья. Так, ну давайте хотя бы помогать, потому что они сюда тоже солидное войско прислали. Всё, короче, разберутся сами. А мы тем временем будем сейчас добивать ихнюю фабрику. То есть, опять же, у них не было ни копейки денег, а они смогли построить фабрику. Просто ничего, с нуля. Бравые такие, знаете, добровольцы. Собрали там, дерево нарубили. Волонтёры. Ну, в общем-то, как-то так. Давайте продолжим. Доносить, в общем-то, это и всё. Всё достаточно просто. Только если бы это всё было быстрее, если бы я ещё мог обводить их всех. Но, опять же, лучшего ждать не приходится. И если я когда-либо в своём прохождении буду возмущаться на эту игру, это далеко не значит, что она плохая. Или что-то в этом роде. Ну, и остались одни бараки. Смотрите, даже хватило у них сил отстроить этого рахетчика, который просто бежит. Последний из рода Харконненов. Нет, ну, Харконнены... Дом большой. Выполняю. Если вы хотите бежать вниз, в общем-то, ваше дело. Ну, хорошо. Хотя бы таким способом мы изучаем искусственный интеллект и понимаем, что нам нужно разрушать в первую очередь. Мне ещё интересно, насколько стойкие Харвестеры. То есть, как долго надо бить Харвестера, чтобы его уничтожить. Потому что на базу идти опасно, но можно подловить вражеского Харвестера где-нибудь на полях Спайса, где он будет его собирать. И нам это будет выгодно. В общем-то, так. Ну что, победа. Это победа. Мы уже смогли победить Ордасов, теперь смогли победить и Харконненов. Здорово. Приятно. Сейчас посмотрим, что нам скажут. Перейдём в следующую миссию и будем закачивать. Ты просто великолепен! Не надо. Стоп это, стоп это. Несмотря на то, что я предпочитаю защиту нападению, твоя атака против Харконненов напомнила мне прекрасно поставленный спектакль. Извини меня, как бы я защитой смог победить? Вот такой вот вопрос к тебе, уважаемый Кирилл Алексеевич. Не знаю, не было, по-моему, в книжке Кирилла. Или был. Напишите мне, пожалуйста, в комментариях. Честно, не знаю. От лица всего дома от Рейдесов выражаю тебе благодарность. Благодарность на хлеб не намажешь, знаешь ли. Давай что-нибудь в виллу на Канарах. Хотя нет. Погодите, а великие... Блин. Вот что я ещё думаю. Всё это происходит как бы в реальном мире. То есть это потом вот это вот... Все дома появились, какие-то расы и так далее. Была ли земля? Или это полностью вымышленная вселенная? Была ли когда-то земля? Пустынный мангуст. Я уже был когда-то пустынным мангустом. Не знаю, хорошо это или плохо. Собрали почти в два раза больше спайса. Почти в два раза больше войск уничтожили. Ну и в сухую по строениям выиграли. Хотя наша электростанция была просто на грани. Но опять же, это неудобно. Внезапно какой-то трайк выехал. Заблокировал место постройки фундамента. Нужно тратить время. Отводить его потом снова. Этот фундамент выбирать не очень-то удобно. Покорение Арракиса продолжается. Великие Атрейдесы смогли одержать свою третью победу. Пароль Eternal Sun. Eternal Sun. Вот так вот. Итак, какая наше новое задание? Твои блестящие тактические навыки вынуждают нас провести еще одну наступательную операцию против дома Харконнонов. Хорошо. Ордосы добренькими мне какими-то кажутся. А Харконноны это зло. Абсолютное зло. Они красные. Их надо убивать. Но опять же, у каждого своя правда. Ну вот если вникать в историю этого мира. Если вникать в сюжет книги. Потому что там у всех своя правда. Когда ты вникаешь внутрь, да, этой ситуации. То ты понимаешь, что их Харконноны по-своему неплохи. Их атаки на наши Хардвестеры не должны остаться безнаказанными. Принять и совет. Танки помогут тебе одержать победу. Я думаю, мы можем отказаться от задания еще. Нет, Кирилл, это не наше. Отправляй каких-нибудь лейтенантиков. Мы уже переросли этот уровень. Мы уже слишком крутые. Это слишком мелкое для нас задание. Я не буду за него приниматься. Ну ладно, ладно. Если они будут на Харкона, на Харвестера наши нападать. Это, это, это очень неприятно. Ну что ж. Вот эта территория, за которой мы будем сейчас воевать. Но мы нажмем паузу. Но мы сохранимся. И я вас поблагодарю за просмотр. Потому что я надеюсь, что вам было интересно. По крайней мере, я рад, что я придерживаюсь своей тактики прохождения игр с различных платформ, различных годов, различных технологических возможностей. Это очень здорово. Но играть в Сегу, это в любом случае приятно. После столького времени, столько пройденных игр в Денди, скажем. Ну и первый РТС, конечно, как никак совершенно другой опыт. Приятно. Это просто приятно играть. Надеюсь, что будет приятно и далее. Пишите свои комментарии и возвращайтесь, потому что нас ждет еще много интересного.